Привет, друзья, вы на канале Экспиравит, меня зовут Виталий и я продолжаю играть в фраг про шутер. Ну а сегодня на обзоре, ребята, у меня будет такой персонаж, как Артикрикон, или же, как его называют в простонародье, Капитан Плюс. Поиграл я за данного персонажа, его изучил, и сейчас вам расскажу, какую более-менее можно подобрать для него колоду, и по какой стратегии лучше будет играть. Ну, сначала немножко его изучим, ребят, он относится к эпической карте, у него есть винтовка разведчика, да, ребят, это снайпер, у него есть снайперская винтовка для любого климата с прицелом, но его умение, ребят, это лазерные снаряды, заменяет все пули лазерными снарядами, которые пробивают врагов из стены насквозь, нанося огромный урон, но не наносит урон по базам, что довольно-таки удобно, если вдруг какой-то из противников спрятался за стену, мы сможем с легкостью его атаковать. Значит, ребят, для данного персонажа я подобрал вот такую вот колоду, которая составляет из себя двух атакующих, одного центрального и обязательно одного защитника. Вообще, можно центрального поменять на атакующего, но вот как доказывает практика, вот почему-то вот именно вот центральным как-то показывает этот персонаж себя немножко лучше, ну, точнее, данная колода и данная сборка. Ладно, друзья, давайте теперь за него поиграем, покажу, как лучше всего играется за этого персонажа именно мне, ну, а вы уже, ребят, делайте выводы сами. Самое первое, ребят, что нам нужно будет сделать, это занять позицию за данного персонажа. Как нам занять позицию, определить ее? Все очень довольно-таки просто, у нас всегда появляется вот такой вот вид сверху. И с той стороны, с которой появляется больше всего противников, следовательно, можем понять, что именно с той стороны и будет атака. Поэтому мы занимаем именно ту позицию, занимаем именно тот коридор и начинаем зачищать территорию. Цель данного персонажа максимально зачистить территорию для наших атакующих или же центральных. Вы просто даете команду атаковать определенную базу и зачищаете для них территорию, чтобы им было максимально проще добраться до той или иной базы. Ни в коем случае не используйте данного персонажа в качестве атакующего. Не нужно этого делать. Я видел, некоторые ребята это делают. Это огромная ошибка. Он чертовски плох, как атакующий. Поэтому не вздумайте. Значит, ребят, мы можем делать небольшую обманку. Мы занимаем определенный коридор, например, справа. Но даем команду атакующим и центральным атаковать слева. Таким образом мы делаем сразу два действия. Первое, мы путаем нашего противника. Он не может определиться, куда ему посылать своих героев. Вроде с одной стороны раскидывают его героев, а с другой стороны атакуют уже базу. И да, ребят, второе, мы максимально не даем противнику пробраться на нашу территорию, так как два коридора будут в таком случае заняты. Но даже если вдруг какой-то из персонажей, из наших противников проберется на нашу территорию, а мы настолько будем увлечены игрой, что этого не заметим, то именно здесь, ребят, нам и пригодится тот единственный защитник, которого мы взяли в колоду. Потому что он встретит с огромной радостью нашего противника и объяснит ему докладно, что так делать больше не нужно. И если вы вызываете у своего противника невозмутимое желание смыть свой смартфон в унитаз, то знайте, вы делаете все правильно, а значит игра идет так, как надо. Следующий метод совершенно противоположен предыдущему, так как здесь мы будем занимать с атакующими один и тот же коридор. Мы даем им команду атаковать базу и начинаем максимально зачищать им территорию. Плюс к этому всему они нам помогут. После того, как территория будет зачищена, мы просто берем и переключаемся на атакующего или центрального и начинаем добивать уже базу сами. И так проделаем, ребят, на протяжении всей игры и вывод увидите сами. Ну и последний метод, друзья, это игра в одного героя. Но для данной игры, ребят, вы должны подобрать абсолютно правильную колоду, выработать правильную стратегию и иметь прямые руки. Например, я нахожусь абсолютно только на своей базе, я просто зачищаю территорию. Где я вижу противника, там я его и убиваю. Я не вмешиваюсь в дела центральных и атакующих, они не вмешиваются в мои дела. Все довольно-таки просто. Единственное, ребят, даю вам совет, вот этих вот всяких танков вы должны убивать, стараться максимально их убить еще в тот момент, когда они только появятся у себя на базе. Потому что танк, если будет на вас снестись, он просто вас реально снесет. Дело в том, что в эффекте лазеря данный персонаж, он довольно-таки наносит неплохой дамаг. Но когда ты стреляешь с него с обычного своего оружия, ну, он наносит довольно-таки малый урон. Поэтому танк для вас может стать, ну, просто нереальной проблемой. Так, давайте сейчас я доиграю эту катку. Играю я, ребят, в одного героя. Ну, конечно, если меня не убьют, тогда мне придется на кого-то переключиться. Это, видите, вот эти всякие мальки, у которых мало хп, мы их сносим, в принципе, довольно-таки быстро. Я обращаю внимание, ребят, абсолютно на всех. Я заметил одну, знаете, вот такую ошибку. Очень многие ребята, они вообще не обращают внимания на тех, кто сидят на башне. То есть, ну, сидят там и сидят. Вы стараетесь убивать только тех, которые идут к вам на базу. В принципе, да, базу нужно защищать. Но, ребят, у нас для этого есть защитники. Если вы не уверены в своих защитниках, зачем их тогда вообще, в принципе, брать? И, опаньки, ребят, вы заметили, как сейчас я тупо с Лазаря сквозь стену убил этого своего противника. Блин, ну, очень круто. Мне нравится данный персонаж, ребят, его можно использовать. Но еще раз повторюсь, всегда используйте колоду, в которой будет именно трое атакующих. Ну, центральные они тоже могут считаться как атакующие. Поэтому главное, чтобы именно три персонажа рынулись именно в бой. Так, сейчас здесь вообще она что-то стала, что-то там выискала, что-то смотрела. Блин, вот сейчас пропустил, и смотрите, видите, защитник начинает максимально тоже стараться их убить. Ну, и я просто бегаю со своим прицелом и, ребят, уничтожаю. То есть, все довольно-таки предельно ясно. И сейчас мне осталось сделать только один килл, и все. И, получается, победа будет у нас в рукаве. Так, у меня Лазарь отстакивается. Все, ребят, это победа. Если вам понравилось видео, то не забывайте поставить лайк под этим видео, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. И обязательно напишите свой комментарий, понравилось ли вам видео и что вы думаете про данного персонажа. Ну, вы были на канале Экспера Вид. Подписываемся на мой канал, подписываемся на мою группу ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании. Будет больше, будет лучше. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok